Доброе утро, дорогие друзья! В прямом эфире 31 канала ваше любимое утреннее шоу Тангсары. Доброе утро, дорогие друзья! 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 Алия Байтугаева, Киумен, уақытшы айрылысы қанайтып, бір аптадан соң қайта қосылды. 12 жылы отау күрган жолдасыңыз бен айрылысу сонша оңай болғаныма? Элде сізде оқырма назарын аударыңыз келдіме? Көз келіп ел қызу жұмысқа керескенде жолдыздар шетелге кетті. Блогер Айм Сейтметова Киумен Нью-Йоркте, әнші Айқын мен жұлдыз Майамиде. Актриса Жанья Джуринская жұбайымен Тайландта демал жүр. Айтпақшы, осы сапарында Джуринская қысқа етекті көйлекте жолдасымен шейсіп тұрған сүретті әлеметтік желге жариялады. Оқырмандар пікірі екіге бөлінген, бірі ұятмендер, екінші бірі қолдаушылар. Бұл сүретке еңірмен қараған бір көрермен, сағызға таласып жатқан шығар деп жазыпты. Егізі шоу-бизнесте жүрген ненген ба? Небір жаңалықтарды көріп жатамызда? Бірақ біздің шоу-бизнесте өкілдерді шаршамайды екен хайп дейді, басқа нәрсе дейді. Сіз қалай өрес, бәктер, мүлден басқа әдістәсіл жоқ ба? Танылудың, пиар жасаудың мысалы? Я, осы бұл мәселені талқылайшы. Мені көкі үмді жүрген, мені мазылап жүрген мәселелердің бірі осы. Бір жағынан мен хайпты негізі жақтырмайым. Мысалыға, жаңағы ағаларымыздың, апкелеріміздің жасап жатқандары. Бір жағынан хайп боп көрінеуі мүмкін. Бірақ біз білмейміз ғойынды. Мүмкін, шынымен де сонда оқиға болған шығар. Енді хайпқа келер болсақ, хайп бір жағынан шынымен де танымалдың қалып білетін сәқті? Я, бар ондай. Сонда сен танылу үшін міндетті түрден сонда бірдене жасамасаң, қазіргі заманда, сен танылуың күшкене қиындау болады. Жоғы мысалы бақтар қараншы, сіз театрда да жүресіз. Театрға қажетіме сәқті қайп жасау, басқа дүние жасау, күшкене бейігірек тұрған өнер ғо бұлайын шайтқан келесе. Ал енді киноға келетін бұсақ, қадыңғы полны метрға түсесіз, басқа да дүниелеріміз бар, қатысып жүрген. Сізге, мысалы, продюсер ебілмасы, енді режиссер араласып айтыншығар, продюсер айтпайды ма? Осы бір сол кесердің алдында, притпаказдың алдында, халықтың көңілін өзімізге аудартуы мақсатында сұнда бір дүние жасайықшы демеймі? Болған ұсыныстар. Біразы нәрселер ұсынған, ұсынғай жасайық, қайып жасайық деп, бірақ енді мен өзіме жақын нәрселер болса жасайтын мұн, бірақ оның барлығы да анау айтарлықтар қайып емеседі. Сонымен сіз сенген жоқсыз, сай кестікте ойладыңыз, күнсайдағы болған ұқиғаға байланысыз? Жоқ, ол жерде қайып емес сияқты, үшінмен де сонда бір ұқиға болып болған сияқты, үшінмен де бір намысына тип кеткен сияқты, сонақтан да сонда нәрсеге барған сияқты. Концерт алды бір жасалған дүниеде, ойламайсыз, әзірге осы оққады. Сізде бір, кәкбұтта бір информация бар сәтті. Жоқ, менде ешқандай ақпарат жоқ, мен айта жатырымға ғойында осы шоу-бизнестің ішінде айналасында жүрген ненген, талай сонда дүниелерді көремде. Жоқ-жоқ дегі отырат, сұсын біраз уақыт өткен ненген, дәл соң үшін жасалған екені анықталатты. Яғни, пиар кампаниясына 10 миллион тенге кетті, дейсіз орын. Мүмкін, одаңда көбірек кеткен шығар, бірақ өнді резонанс болды ол қалық арасында, талқыланды. Яғни, бірақ, ондай резонанстың негерегі бар, мысалға. Атың шықпаса жер өрті деген сияқтығы, мысал үшін, қайта-қайта әлеметтік желеге салынай берсе, салынай берсе, мысалы айтылай берсе, афтомат түтірде жаттау аласынға төреғалі бейтп жатыркен. Ол ұқраша кетпейтін паступық болса шы, мысалға. Қарапияр деген түсінікті бар ғой. Білмеймі, оныңда түсінікттерді мен түсінбейді. Енді бұндай дүниелерді талқыла, отырғанша, мүмкін халыққа да керек шығар дейінді, кейде, егер де қажет болмаса, ондай жаңалықтарда болмас еді. Пища діля разғауыры деген сәрді. Оданда бір пайдалы материал неге көрмеске деп ойлайымды, бір пайдалы сюжеттер. Бізде бар ма пайдалы материал? Бар. Курикт онда? Бізде қонақтарда бар, сюжеттерде бар. Жүгіттің жақсы болуы нағашдан дейді халқымыз. Елі арасында адам бойында қасеттерінің басым көпшілігі анасынан берілет дейді. Бұл қаншалықты раз? Адам өміріне ДНК-ның атеріғандай. Бұр ебілейкші? Безусловно, набор наследістінің признаков, көріп, ядақшы, халықты немен қаңызда ғілетін көтердіңіздік түсіпі қалған дейді қалған малыз қаған болған, golpeя, бұр ері яңнің қасеттерінің бәлі білетіндегі. Бұр енді қанды атеріңкіттен көпшілің көпшілі? с данным набором развивает ли он теле иные качества балага оттанадан белгин кассеты дергейсен дамы туга жет уйткеным он да ерекшелек тер саби ер жеткенде заманны озық туған ақылды хам мамандығының хаши бера тануына сеппалады кен если предположить что у дедушке прадедушке или там у отца есть какой-то элемент творчества то есть талантлив он какой-то отосветов с большей долей вероятностью то же самое повториться и в поколении последующем то же самое касается и с материнской точке с материнской линии и если взять человека который развивался в творческой среде а чаще всего поэтому и проследуется таким так называемой династии династийность в тех или иных отраслях если брать человека в творческой среде то конечно у него больше способностей для развития тех или иных качественных навык чему человека не обладающего данным генетическим в более раннем возрасте как можно раньше взять исследование ДНК и увидеть предположим что у него есть склонность к пресалутым шахматам да то не нужно будет его отдавать секции там не знаю борьбы баскетбол или тому подобное его можно сразу ориентировать на шахмат или способности набор генов позволяет ему развить способности к изо или к музицированию то заметно сужается круг поиска тоже самое касательно и профессиональной деятельности в последующем мазақта иллинеттің жүгітке атанасы көбіне тек тәулеттің қызы керекте байтыр жатады мұндағы мақсат орпақтың саналы болуы ал медицинаға сенсек расында да балаға интелект анасынан берледігін осындай да халқымыздың тара әрі дана екеніне тағы бірет көжетеді Міне осындай пайдалы ақпараттарды көртіп тұрған дұрыз ал бізде қазір тағыда пайдалы сүйікті жағын жардамамыз алыс кетпеңіздер екрандан қатарымызға жаңадан қосылған көрермендерге қайырлы таң дейміс эферді о даныр қарай жалғастырамыз жаңағаны бақтарға айтыққан болатын күн жаңбырлы әсер етеме етпейме ерсен спектаклге барғанды әбір жерге қалп қоймайма біздің көрермендер жалпы қазақстандықтар алматылықтар нақты айтатын болсақ оныға айтыққан себебім жаңбыр жауап тұрғаннан кейін біздің қонақтарымызды кешігіп келіп жатыр десе де сөзінде тұрып келді қазір файе де жин алуда бірақ қынақты кім келген білмейдекен мен сондықтан да біз файе мен қазір байланысқа шығамыз біздің қонақтарымыз мен тілдесек сәлем сарданы я қайлы таң қайлы таң сарданы бізді естіп тұрған жоқ секілді сәлемет сәлеме қалыңыз қалай жақсы рахмет жаңбырдың астында қалып койған жоқсыз ба жоқ барлығы жақсы қой қолыңызда музыкалық аспабыңыз бар ә? тағы да боламық қандай аспабы кейін айты бүтсеніз? бұл ғабой аспабы ғабой аспабы үрмелі аспабтарда ең қиен аспаб болып саналады ғабой аспабында отызға шуық клапындар бар и ол клапындардың бәрін бір кішкентай троштпен ойнап шығы керек сарданы сіз қазір студияда ғабой мен өнер көрсетесіз бе бізге және көрімендерімізге бәрек елді бәрек елді олай болса біз сізді асыға күтеміз ерекше музыкалыға аспабы күн егізімен естімепті 30 клапын дейді қазір енді бізің студиямызға келген кезде ортамызға қосылған кезде міндетті түрде толығырақ сұрайтын боламыз міндетті түрде ал жалпы біз енді көрерменді әдеттегі де қуантуы мақсатында біздің редакция жалпы таңсары бағдарламасының ұржымы сіздерге тек қана көтеріңкі көңілкен сұйлауға дайын сондықтан біз әдеттегі де бүгін сіздерді қуантуы мақсатында бағалы сұйлықтарды ойнататын боламыз 12-ші қарышада Алматыда өтетін бейді бат обының концертіне екі билет және тұрмыстық техника ойнатамыз сұйлықты ұтымалы үшін сағат 8-15-те студияға қабарласып біз қойған сұрақтарға жауап беру керек болды бірақ кеше бізге шуғаласына қабарласқан көрермен біздің барлық сұрақтарымызға тұрыс жауап берді тұрмыстық техникаға е болды және біз бақтер өкеміз жомарттық тантып бірақ бұл жылы олай болмайды егерде екі билет ұтывалыңыз келсе екі сұраққа жауап бересіз тұрмыстық техника қажеттесеңіз өш сұраққа жауап беруыңыз қажетті күнді жомарт бола бермейміз біз студиямыздың байланыс нөмірі 312-1020 алматы қаласының коды 8-727 сонмен қатар біздің отсап нөмірімізде қосулы егерде жақындарыңызда қандайды бір қуанышпен қытықтағыларыңыз келсе бізге қат жолдаймыздыр таңсары бағдарламасында біз әртүрлі мамандық елерінің жұмысы туралы баяндаймыз Ембегі отыз әлі өз аласында үздің атанып жүрген мамандар туралы айтылу керек Ембегі сүйгіш азаматтар туралы қанша айтысаң өтіп болмайды Енді ше сүшетке назар güдарайық Қайырлы танк өрурмен бүгімен тіншеміз эко пекет маманымын Осы маманың жұмысы мен бірге таңсайық Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Мы слышали, что существует такая статистика, что в Казахстане каждая шестая пара сталкивается с этой проблемой, именно зачатие ребенка. Есть ли у вас какие-то, не знаю, прописаны ли какие-то истины, почему это вдруг происходит у нас в стране, с чем это еще связано, и каждой ли паре удается помочь? В статистике где-то около 15-20% в Казахстане страдает первичным бесплодием, и чаще всего это все-таки связано с воспалительными заболеваниями. И вторая статья, по которой они бесплодны, это тема эндометриоза. И, конечно же, государство выделяет квоты для того, чтобы помочь им в процессах репродукции. А вот я знаю, что когда молодые пары женятся, ну не у всех получается, там по воле Всевышнего, сразу, чтобы ребенок родился в семье в течение года, да, обычно как бывает? Вот ты женился, замуж вышла, и сразу все спрашивают, а когда? А когда ребеночек появится? Есть ли, не знаю, какие-то показатели или показания, допустим, есть ли вдруг не получилось в течение года зачать ребенка, или в течение двух лет, чтобы именно к вам обращаться за помощью? Совершенно верно. Есть возрастные границы. То есть, если это молодая пара, то они обычно ждут около года. Если им старше 39 месяцев, но если они не близятся к 40, то ждут полгода и уже обращаются к репродуктологу. Какие обследования вы рекомендуете переходить в паре, прежде чем планировать беременность? Какие показатели должны насторожить? Ну, на самом деле, у каждого это будет своя история, но в основном все женщины обычно не проходят. То есть, проходимы ли у нее маточные трубы, все мужчины сдают спермограмму с морфологией, и далее женщина, она обследуется на процесс анавуляции, то есть ситуация, когда у нее нету авуляции. Я еще слышала такой момент, что бывает, что не все пары совместимы. То есть, они любят друг друга, поженились, да, все у них со здоровьем хорошо, и у мужчины хорошо, и у женщины хорошо. Но на генетическом каком-то уровне или на уровне ДНК бывает такое, что вот не получается, и они несовместимы, и у них не получится естественным путем зачать ребенка. Это правда, но это настолько редкий случай, что скорее исключение, нежели большинство. Пусть будет еще реже. Да, но и они к вам тоже обращаются, да, получается? Бывают такие? Да, бывают, такие обращаются. А какие сегодня есть способы решить проблему бесплодия? Бывают ли ситуации, когда не помогает ни один метод оплодотворения? Ну, на самом деле, у нас столько методов оплодотворения в Казахстане, что я думаю, что любой паре практически можно помочь, потому что помочь можно, начиная от обычных терапевтических мер, хирургических, ну, в том числе, какими-то репродуктивными технологиями. Ну, вот, допустим, у них с анализами все хорошо, как Бахтиар только что сказал. И мужчина сдал анализы, и женщина сдала анализы, и вот они пошли делать ЭКО, допустим, да? Я слышала, что не с первого раза и не у всех получается, а это, скажем так, в кавычках удовольствие такое, дорогостоящее. Через какой промежуток времени можно еще раз повторить? Ну, на самом деле, смотрите, вы сказали о том, что они оба здоровы, такое не бывает. То есть если мужчина и женщина здоровы, они должны беременеть. И если они не беременеют, значит, на то есть обязательно причина. По поводу программы у нас в Казахстане, каждая семейная пара вставит на учет, и если резерв яичников женщина помогает, то это делается в Казахстане бесплатно. Раз в году семейная пара, ей выделяется квота на то, чтобы она это сделала. Главное, нужно встать в очереди. Главное, чтобы, да, она стояла в очереди у себя по месту жительства в женской консультации. А если, допустим, супруг бесплоден, а у женщины все хорошо, и вот они решили прибегнуть к ЭКО, допустим, на платной основе, есть ли какая-то сумма определенная, что вот это стоит вот столько-то? В целом, чтобы у вас появился в семье ребенок, нужно рассчитывать на вот такой бюджет. Совершенно верно, да. Мужское бесплодие не покрывается квотой. И в нашей стране это где-то около полтора миллиона потребуется для того, чтобы решить эту проблему. Но не с первого раза всегда получается, правильно же? Ну, чаще всего, если связано бесплодие только с мужским фактором, то это легко решается, потому что у нас есть операция ИКСИ, где это можно решить. У меня, знаете, такая интересная история есть, когда я работала в новостях Информбюро, я была и телеведущей, и была журналистом, и как раз-таки мы снимали сюжет про ЭКО, а мы снимали там про суррогатное материнство. То есть у пары не мог появиться ребенок, они прибегли к помощи суррогатной матери, мать суррогатная забеременела, и тогда, когда она была на третьем месяце, эта женщина забеременела сама естественным путем. И у них так получилось, что потом родилось двое замечательных малышей. И свой ребенок родился, и при помощи вот суррогатной матери. У вас наверняка тоже бывают какие-то интересные случаи такие? Да, это на самом деле так, потому что психологический фактор тоже очень важен. Потому что, возможно, в данной ситуации женщина, она успокоилась тем, что решилась ее проблема, она все-таки психологически расслабилась, и у нее получилось забеременеть. Интересный, да? Интересный факт. Замечательный, замечательный. В нашей стране с прошлого года стартовала программа Ангсаган Саби. Есть первые результаты по этой программе. Увеличилось ли количество квот для ЭКО? В связи с тем, что количество бесплодных пар в Казахстане растет, то, конечно же, количество квот, выделяемых в год, тоже растет. Я вот буквально вчера смотрела в Инстаграме, просматривала новости и наткнулась как раз, как будто совпадение такое. Кто-то врачу задавал вопрос. Ребенок, который родился посредством именно с помощью ЭКО, может ли он в дальнейшем жить полноценной жизнью? Ну, отличается ли он от человека, который появился естественным путем? Могут ли быть какие-то отклонения? И что с этим вообще в целом связано? Потому что некоторые же предполагают, что если естественным путем родился, то нормальный, адекватный человек. А если ЭКО, то, может быть, что-то там будет не так. Это самая обсуждаемая проблема среди многих пациентов, потому что они думают, что этот ребенок будет чем-то отличаться. На самом деле, это ее родная яйцеклетка и родной сперматозоид, просто оплодотворенный в ней тело. И всем известный факт, вот самая первая девочка, родившаяся в Великобритании, Луиза, в 78-м году, она уже дважды мама, сама естественным путем. И все хорошо, то есть беспокоиться нет причин. Совершенно нет причин. А вот у меня такой вопрос, я извиняюсь вахтят, просто тема такая более, наверное, женская, несмотря на то, что вопрос именно о мужском бесплодии у нас таки стоит. Как протекает беременность у девушки, у женщины, да, скажем, которая захотела сделать ЭКО, семейная пара? Наверняка нас сейчас смотрят очень много семейных пар и тоже зададутся таким вопросом. Вот она сделала ЭКО, все благополучно получилось. Дальше вы ведете всю беременность сами или ей нужно обращаться к своему гинекологу, другому врачу на протяжении всей беременности? Ну, в нашей клинике в том числе и есть также функция введения беременности, поэтому, конечно же, она может встать к нам на учет. А в ситуации с тем, как будет проходить беременность, все зависит от ее исходных данных. Было ли у нее, допустим, давление или лишний вес или какие-то другие параметры, которые могут как-то отяготить беременность. А у меня вот такой вопрос. Аня, ты же сказала, что, например, возможно такое, что когда делают ЭКО, первый раз это может быть неудачным. Вот если была такая неудача, то что делают эти пары? Они могут опять еще раз сделать, Жея? Да, и через какое время? Да. Ну вот, как я уже упомянула, если это делается по программе Квоты, то тогда в следующем году они могут повторить. А если на платной основе? Да, это в следующем году, да? А если платной, да? Ну, зависит от той программы первой, которая была проведена. Если у них сохранился эмбриончик, и если она пришла в хорошее состояние, как психологическое, так и физическое, то она может провести именно перенос эмбриона. Повторно можно это сделать. А мужчина с женщиной, как они должны готовиться к ЭКО? Получаются же его клетки и ее клетки, да? Не знаю, у вас, может быть, есть какие-то рекомендации на протяжении этого времени, там, вообще отказаться от курения сигарет, от алкоголя, вести какой-то здоровый образ жизни, может, диета. Вот я просто не знаю, но мне очень интересно. Вы уже ответили сами на свой вопрос. Потому что вес – это очень важный параметр. И женщине, конечно, нужно быть в нормальном весе. Это индекс массы тела от 18 до 24. Потому что лишний вес может просто отяготить ее беременность. Потом, конечно же, она должна быть вакцинирована. Нужно будет проверить все ее хронические заболевания. Все должно быть вакцинировано, чтобы они как-то не осложнили ее беременность. Ну и, естественно, отказ от алкоголя и курения. И у мужчины такая же история? Такая же история. То есть нужно прям очень хорошо подойти к этому вопросу. Потому что если вы хотите, чтобы у вас родился здоровый малыш. Спасибо большое, Жбек. Очень полезная информация, познавательная информация была. Спасибо вам большое, что сегодня были у нас в гостях. Хочется пожелать всем тем парам, которые ожидают, что в их семье появится ребенок. Спасибо. 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 Мен байқаларға 6-шынтан бастап қатсы бастадым. Ембірінші байқалуам... Хасынабар, отырай, көрбен деді түрменіңде. Ембірінші байқалуам Ахмет Жбанов пен Латиф Хамеденің 115 шылдығына орай. Евразия пиано форум. Узды, узды. Халқаралық байқа уйтты. Мен фортепиано да ойнап, екінші орын алдым. Бәрекелді. Басқа? Мысалы, өзіңізге өте қатты ұнаған байқау немесе, осындай байқау өте қиын болған еді, қатсыушылары көп болды, бірақ оған қарамызтан, мен осындай орынға е болдым дейтін дей бар ма? Мұна үш байқалу қалқаралық. Мен бүгі байқау мен фортепиано да ойнап шықтым. Ануар бізді мектептің үшінде өткен байқалар. Көрсек болама, ұстауға болама, негізі басқа бұрыудың музыкалық аспапын ұстауға болмады дейтін. Нә, мысалы, сіз көрмішшің мене, сізге болады ғой, ай, сөрдің? Жо, мен бірінші жет көрген еңген қандыңыз еттан қалыптырында, біздің де білмейтін дүниеміз өте өп қоймысал үшін? Үшін мен де, мұна қапындар қандай келеметті өте көп үшін мен де. Мұна, үшін мен де, саусақтың ұзындығынғы талап ететін аспап. Мені кібаршылықты өтірет жаға. Бұдан басқа осындай аспапты менгер ғым келеді деген сияқты бір жоспарларыңыз, ойыңыз бар ма? Үйткенің бұған дейін фартып емір, да ойнағансың, қазір ғаб ойда ойнайсың, қобызда, бірақ енді болмақты кішкен әр, қобыз. Енді көрді, дейседі. Мен бұла шақта скрипка ерінгімге бұжыр. Себя бұл мен скрипка жәле көп видеолар қараймын, және де маған скрипканың дауысы, дыбысы, найды. Музықалық аспапқа кезгелген әуенді сауыға болады ма? Кезгелген емес. Егер де ноталар кішкене төмен үрек болса, ғабойда ол ноталар жоқ. Жоғарғы ноталарды ғана өне аласы? Қадым көте толыққанды бір шығарманы ойнап шоуыға болама? Мысалы ғымша аз ұзылады. Бір-екі минут ба? Озақ ба? Одан да көп. Одан да көп. Көзіңізге үйін айтын бір туындыны бізге орындап терсеніз. Қөзім қарасы. Қайпайтық, қаны келемет. Көрек. КОНЕЦ 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 Играет музыка. Да, да, да. Озарадан? Как вы думаете, вы должны быть рады? Я думаю, что я… Я думаю, что я большую работу. Что вы думаете, что они дома? Если вы так далее, то есть есть будут работы? Я думаю, что я не знаю, что ты так делаешь. А я думаю… А я бы хотел extract this dance. В данном случае, миру яiter. Хорошо… Я думаю, что я думаю… Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Это очень помогает. Но иногда я замечаю, что в обычной жизни я очень много думаю. Это хорошо ли для мозга или надо немного думать? Вы не можете сконцентрироваться из-за мыслей? Нет, концентрация у меня нормальная. Просто мешает? Иногда, да, мешает. Я могу, например, сконцентрироваться на чем-то и вдруг отвлечься и задуматься о другом. Ну, это как раз говорит о удержании внимания и объеме внимания. Например, смотрите, ваш рабочий стол дома или на работе. Он забит вещами. Там книги, там бумажки, там огрызг яблоко или стакан воды. Это вам мешает или не мешает? Нет. А меня это, например, прям до раздражения бесит. Почему? Потому что, опять-таки, у нас, если мысли созидательные, если вы думаете о работе и так далее, это нормально. Но не сказать, что это прям прокачивает мозг или чем-то помогает. То есть оно в тонусе держит. Но, с другой стороны, для профилактики, скажем так, каких-либо нарушений, особенно в памяти, внимании и концентрации, необходимо уметь разгружать мозг. Потому что чрезмерное вот это, оно как капушество, да, как у нас говорят, дома много книг, всё-всё-всё нужно, ничего не выкидываем. И вот это как бы энергетику нашу сглатывает, да, и там прям тесно становится. То же самое, мозг становится тесным. И вы как бы забиваете свою оперативную память, то есть рабочую память, которая нужна здесь сейчас. Она забита, и как в телефоне начинаем, не удалось сохранить, да, мало памяти, и начинаешь чистить iCloud и так далее. То же самое, мозг нужно уметь прочищать, освежать. Это необходимо для того, чтобы он не просто хорошо запомнил, а отлично функционировал. Мы же хотим прожить долгую и счастливую жизнь, да, без болезни, поэтому это необходимо. А как это очищаете? Как это сделать? У вас, наверное, есть какие-то тренинги? Да, я хочу ещё, знаете, Бахтер, от вашего вопроса тоже перейти к тому, что мозг забит. У меня бывает, например, из-за того, что очень много информации, я ложусь спать, и я не могу уснуть. И мне зачастую говорят, нужно отключить мозг для того, чтобы дать организму отдохнуть. Я закрываю глаза, а там туча-куча мыслей. И вот я думаю... Кстати, мы же белинцы. Мы в этом похожи, да. Да, вот как Бахтиар сказал, может быть, какие-то техники есть? Вот сейчас что мы можем сделать или рассказать, показать? Смотрите, нужно, во-первых, конечно, это дело практики. Всё приходит через практику. В блоке моей работы с людьми есть блок управления стрессом. Стресс может быть как позитивный, так и негативный, но он одинаково негативно влияет на мозг, скажем. Поэтому необходимо, вот касательно данного вопроса, да, как разгрузить мозг, то есть это обязательно свежий воздух, занятие спортом. Спорт, особенно если насколько вот сильно и это мешает, может быть, какой-то агрессивный вид спорта, то бишь побить грушу. Я, например, занимаюсь файт-миксом, то есть это разные единоборства, но это, то есть бой с тенью, я ни с кем не борюсь, никого не бью, меня не бьют. Так вот, это очень сильно прям освежает мозг. Перед тем, как лечь спать, есть такая дыхательная практика. То есть, смотрите, когда мы концентрируемся перед работой, у нас есть вдох, пауза, выдох. Когда мы должны прям сконцентрироваться сейчас, мы должны активизировать мозг. То бишь, мы делаем длинный вдох, короткий выдох и паузу. Раз, два, три, и опять глубокий вдох, короткий выдох и паузу. Это как бы сконцентрирует наш мозг, он просыпается, он активизируется, на старт внимания и готов работать. А вечером же перед сном, особенно если есть бессонница или как бы плохо засыпаем, необходимо, во-первых, телефону убирать как минимум за час. Как бы это сложно ни было, любые гаджеты, телевизор, компьютер, какие-нибудь нарушающие тишину. Желательно прям затемнить комнату, чтобы прям было темно. Можно надеть вот эти штучки для глаз, принять удобную позу, ложиться. Но перед этим можно сделать также дыхательную практику. Она заключается наоборот. Мы делаем короткий вдох, длинный выдох, пауза и опять несколько раз. Но опять-таки это дело практики. Если мы постоянно вот такие дыхательные упражнения проделываем, когда нужно, активизируем, когда нужно, расслабляем мозг, то со временем вы заметите, что с легкостью как бы переходите от момента активизации к моменту замедления. Интересно. Это все в нашей коре головного мозга. Ваши дыхательные упражнения – это как кнопки «включить» и «выключить». Да, да, да. Поэтому когда мы приходим на эфир, нам нужно начинать программу не с приветствия, а с дыхательной гимнастики, чтобы всех наших зрителей тоже проснулись. И хочется такой вопрос задать вам. Вы уже давно на протяжении нескольких лет этим занимаетесь. Наверняка у вас есть довольные пациенты, ну, не пациенты, а клиенты, да, которые достигли какого-то определенного уровня. Или после этих техник или практик у них изменился именно уровень жизни их? Занимаюсь, да, давно, но с клиентами я работаю относительно недавно, где-то полгода. Потому что для меня полученные знания нужно применять. И самый главный мой кейс – это мой личный кейс, поэтому я каждое, что использовала, попробовала на себе, чтобы понимать, как будет реагировать клиент, как у него может в какую сторону пойти. Поэтому первый результат я получила в изучении языков. То есть я параллельно изучаю три языка, и на скорость могу запоминать в час 120 английских слов, это мой рекорд, около 90 арабских слов и, ну, 40 где-то корейских слов. Но корейский еще нужно добивать. Но это специальная техника. Но хочу сразу сказать, что любые мнемотехники работают, если мозг хорошо работает. То есть просто взять мнемотехники – память не улучшается. Вот. Далее я прорабатывала самоконтроль и силу воли для того, чтобы похудеть. И я похудела на более чем 50 килограмм за полгода. Серьезно? Да. Поэтому после того, как я смогла этих результатов достичь, мне захотелось этим делиться, я начала работать с клиентами. Сейчас один из самых ярких примеров – то, что один из моих клиентов, через месяц работаю со мной, выглядит, как будто я как будто там всякту занимаюсь. Нет, именно прокачкой мозга и как раз-таки волей самоконтроля человек бросил курить. Она курила около 10 лет. Бросила курить за месяц. Причем очень легко, то есть у нее не было истерик, депрессии и так далее. Но это не говорит о том, что каждый может так легко бросить. Это в первую очередь должен быть настрой человека, что действительно я хочу, действительно хочу похудеть, действительно хочу выучить английский язык, действительно хочу быть здоровой, счастливой, свободной, состариться там, я не знаю, здравым, умеет резвую память, да. Поэтому это как бы желание. Есть, конечно, примеры, когда ребята достигали повышения в карьере, да, повышения личной эффективности за счет того, что они как бы начали все успевать, и даже оставалось время и на друзей, и на семью, и так далее, и при этом нет чувства выгорания, как мы говорили, да, то есть все время находятся в ресурсе. Но это, конечно, очень глубокая работа, то есть мы начинаем с фундамента, с мозга. Как раз-таки касательно упражнений, хотела бы быстро здесь дать рекомендацию. Вообще, на чем основан наш мозг, да, это, ну, наши нейроны мозга, мозгу, как я объясняю просто в низком шарике, да. Вот, у нас есть правый и левый полушарий, и максимально, чем синхроннее они работают, тем лучше для нас, тем больше наша эффективность. То ли 50% аналитика работает, то ли 50% творчества, они даже вместе работают. Для этого круто помогает нейрогимнастика. Что это такое? Это те упражнения, которые мы делаем, например, двумя руками, но они делают как бы одинаково. Это очень сложно на первый взгляд. Например, есть упражнения, мы делаем, например, одной рукой одно движение, другой рукой другое. И, например, да, мешаем, миксуем, например, это лизгинка называется. Держим вот так горизонтально. Анна, держим горизонтально, да, и начинаем менять. Ой. Да. Если хорошо получается, ускоряемся, если еще лучше получается, то она через хлопок. О, у меня они изменились. Если получается, говорит, через хлопок, попробуйте. Вот, делаем вот так, хлопок и делаем вот так, да. О, боже. Нет, значит, сначала, опа, это прокачивает мозг. Это круто, да, это круто то, что. Бахтар такой пришел через месяц, похудевший, подтянулся, вредных привычек нету, и приходит такой на английском, заговорил. Это было круто. Нет, я к тому, что когда первое время не получается, это хорошо, это говорит о том, что новые нейронные клетки пробуждаются, зарождаются. И это миф то, что после какого-то периода мозг перестает развиваться. Это миф, мозг можно развивать в любом возрасте, и даже для предотвращения таких болезней, как деменция и Альцгеймера, нужно как раз таки заниматься прокачкой мозга. Потому что в зависимости от того, что у нас в жизни очень много гаджетов, да, все мы знаем их вредоносное как бы влияние на наш мозг, но это наша необходимость жизни. Да, мы слишком расслабили память, слишком расслабили наш мозг. Нам не нужно запоминать пин-кода, номера телефона и так далее. А стоит батарейки сесть, некому, как ты не знаешь, ничей номер, да. Поэтому с мозгом нужно работать, потому что вот как раз таки то, что мышцы мозга, так же, как и тело, например, садишься на шпагат, месяц не походи на тренировок, попробуй сесть. То есть, прекрасно понимаете, да, что все проходит, то есть ты не можешь сесть, опять надо тренироваться, начинать сначала. То же самое с мозгом. Чем раньше мы начинаем работать с мозгом, тем лучше. Мы предотвращаем болезни Альцгеймера и деменции. К сожалению, сейчас от того, что наш мозг потихоньку атрофируется, благодаря гаджетам, режиму питания, сна, образу жизни, вредным привычкам, болезнь Альцгеймера и деменции берут свое начало уже в 50-60 лет. Это очень прискорбно, к сожалению, но даже на ранних стадиях этих болезней ее можно как-то приостановить. Не вылечить, но приостановить за счет этой работы. Поэтому делайте нейрогимнастику ежедневно, занимайтесь спортом, ведите активный образ жизни и, самое главное, еще режим сна и сокращение экранного времени. Ой, здорово, все, мы с Боксиаром Айслу к вам переезжаем. Очень полезные информации были. Было очень интересно. Возьмите меня крупно, я сейчас после нашего интервью, я хочу показать один мем. Все у нас вот здесь, дорогие друзья. Занимайтесь прокачкой головного мозга. Да, и все у вас будет хорошо. Самое главное, это позитивный настрой. Спасибо вам большое, что сегодня посетили нас. Ну, а мы прервемся на короткую рекламу. Сейчас во время рекламы с Боксиаром еще какие-нибудь упражнения сделаем. Итак, мы возвращаемся после рекламы. И хочется сказать, что у нас сегодня в течение эфира будет немало гостей. И мы будем обсуждать очень интересные и полезные темы. Да, что касается следующего гостя, вы ждали также, как и мы, сегодня в студии танцера диетолог Эльвира Байдуан. Доброе утро, Эльвира. Доброе утро, рада вас приветствовать. Взаимно. Мы сегодня с Бахтиаром такие, я не знаю, вы завтракали, нет? Да. Вы позавтракали, но тем не менее, я такая смотрю на печенюшки. И он говорит, а что вы смотрите на печенюшки, потому что диетолог подошел. Ну, я вот не знаю, смотрите ли вы на печенье или вот как-то посмотрели и дальше мимо прошли. На самом деле, можно все просто нужно в меру кушать. В меру... А можно и не кушать. Да. Сейчас стали популярны различные методы голодания. Чем и в каких случаях они могут помочь? Лишний вес, проблемы с ЖКТ, проблемы с пищевым поведением, другие задачи? Ну, проблема лишнего веса, она вот всегда была актуальна, и поэтому человечество постоянно придумывает какие-то новые методы. Один из трендовых методов на данный момент, это вот интервальное похудение. Есть две схемы актуальные, это 16 на 8. Это когда вы 16 часов, получается, не кушаете, и 8 часов, в рамках 8 часов вы едите. Плюс еще 5 на 2, это получается 5 дней в неделю вы, там, питаетесь жестко, там, правильно, а 2 дня можете себе позволять что-то вредное. Ну, либо наоборот. Если говорить про голодание в чистом виде, то с точки зрения медицины это считается вредным и не рекомендуется. Все, конечно, индивидуально, если человек здоров, скажем так, относительно, да, потому что в современном мире про взрослого человека сказать, что абсолютно здоровый, ну, на самом деле сложно. У многих людей чувствительные слизистые, гастриты, холециститы и тому подобное. Поэтому, если человек совершенно здоров, то он может по самочувствию практиковать голодание, так скажем, лечебное голодание, потому что в плане похудения голодание не помогает абсолютно. Ну, вот некоторые, я знаю, что увлекаются. То есть есть ли какой-то определенный период, когда можно именно придерживаться этого интервального голодания? Ну, если смотреть с точки зрения медицины, опять же, да, рекомендуется голодать, допустим, 24 часа максимум один раз в неделю, не более. А что касается именно интервального голодания? Кто-то там месяцами сидит на этом? Знаете, опять же, индивидуально, да, то есть смотря какие цели человек преследует. Если человек хочет похудеть на интервальном голодании, то это дорога ни в куда. Потому что, когда ты хочешь похудеть, значение имеет не когда ты что-то кушаешь, а что именно ты кушаешь и в каких пропорциях ты кушаешь. Можно даже хоть 12 часов ночи поесть и на самом деле не поправиться. Если делать акцент, что вот я 16 часов ничего не ем, а 8 часов ем все подряд, это совершенно бесполезно. Потому что можно за один день съесть тот колораж, который вы и не сожжете никаким спортом или вообще абсолютно. Но есть, допустим, те люди, которые с утра проснулись, у них нет совершенно никакого аппетита. И они не завтракают. И вот они позавтракали, если в обед, то в принципе, если посчитать, вот эти 16 часов и выйдут. Так и выходят. По сути, получается, как будто бы человек на интервальном голодании. На самом деле, просто ему некомфортно сюда завтракать. Ничего страшного в этом нет, заставлять себя не нужно. Если вам комфортно не завтракать, пожалуйста, не завтракайте. Ну вот мы слышали, что вы сегодня к нам в гости придете. И, Бахтиар, вы только что говорили про какое-то голодание интересное. Что за голодание на воде? Я изучал водное голодание. Это так и называется же, да, правда? Да, когда выпить. Только на воде. И что из себя состоит? Я когда изучал, там было сказано, что это наоборот помогает здоровью, пищеварению и так далее. А вы сейчас говорите то, что это не рекомендуется. Правда ли то, что вот в этих голоданиях улучшается организм? Или это миф, опять-таки? Это совершенно миф. Организм улучшается, знаете, когда? Когда вы отказываетесь от тарелки жареной картошки. Когда вы отказываетесь от фастфуда. Когда вы питаете здоровой, правильной пищей. Вы понимаете, во всем важна умеренность. Важно, что вы употребляете. А не то, что вы полностью отказываетесь от еды. Голодание может быть полезным только для людей, которые занимаются какими-то духовными практиками. Это немножко про другое. А если говорить чисто про физическое здоровье, в голодании нет никакой пользы. Это официальной медицины даже не рекомендуется. Другое дело снизить порции, объемы, есть более легкую пищу. Вот это действительно полезно. Это полезно как для здоровья, так и в целях похудения. А просто отказываться от пищи. И как я и сказала, если человек нормально это переносит, можно максимум один раз в неделю. И то не на сухом голодании, а на водном, который вы сказали. Потому что на сухом голодании это абсолютно вредно. Просто совершенно категорически не рекомендуется. Ну вот, да, сухое это вредно, а водное это возможно, да? Один раз в неделю, если человек действительно чувствует себя в этот день комфортно, ничего не должно происходить против насилия. То есть если люди думают, если они будут мало кушать или вообще не будут кушать, они похудеют, на самом деле нет. Когда человек перестает кушать, организм включает режим спасания. То есть он думает, настал голос, значит мы умираем, значит организм надо спасать. И в этот момент метаболизм замедляется. Интересно, ну вот я человек, который за здоровый образ жизни занимаюсь спортом, придерживаюсь, по крайней мере стараюсь придерживаться правильного питания. У меня тренер говорит, допустим, если вы хотите похудеть, привести себя в форму, то нужно колораж уменьшать. Либо вы считаете все, что вы едите, либо вы переходите на дробное питание. Вы как специалист, как диетолог, как относитесь к дробному питанию? Когда есть 5 приемов пищи на протяжении всего дня, скажем так, каждые 2-3 часа? Ну, во-первых, если здоровье позволяет. Допустим, у людей, у которых высокий сахар, есть риск диабета и тому подобное, им нельзя 5 раз в день питаться. Ну, максимум 2-3 раза, потому что каждый раз, когда вы принимаете пищу, сахар в крови подскакивает. Вот. Во-вторых, можно питаться 3 раза в день и, в принципе, и худеть, и прекрасно себя чувствовать. Дробное питание, оно больше рекомендуется тем, кто вот постоянно привыкли кушать. И для того, чтобы они себя комфортно в течение дня чувствовали, им нужно, да, дробить пищу 5 раз в день принимать. На самом деле, все индивидуально. Можно 2 раза поесть, 5 раз поесть. Самое главное, сколько вы в общем съедите и сколько вы потратите энергии за этот день. Хорошо, я хочу поддискуссировать на тему голодания опять. Давайте. Научно доказано, что, например, пострамадан, это хорошо влияет на организм человека. Потому что, мне кажется, и, по-моему, я даже читал то, что, например, организм человека и ЖКТ, он работает беспрерывно в течение года, например. Потому что мы принимаем пищу, он 2-3 часа варит все это, и опять-таки мы кушаем, и опять он работает. И вот так круглосуточно он работает постоянно почти. И вот, пострамадан, это как бы такой отпуск для пищеварения. Что вы на этот счет скажете? Ну, смотрите, а каким образом это отпуск, если вы в течение дня не едите, но вечером вы все равно едите? Ну, вот именно в этот отрезок времени он отдыхает. Ну, было бы более логично, если бы вы, допустим, до 6-7 часов вечера поели бы, а потом не ели бы, и вот вечером и ночью он отдыхал бы. Наверное, так было бы правильнее, да? Смотрите, пострамадан это больше религиозная тема. И не совсем корректно на эту тему, я считаю, спорить, потому что это больше для духовного роста созданный пост. То есть это не так, как, знаете, некоторые люди делают, вот весь день они так жертвенно ничего не кушают, а вечером слона, да, там целый стол, который весь валится вот на ауза, шар приглашают, да? Совершенно категорически неправильно. Нет, это тоже нехорошо, очень много есть. То есть максимум там супчик маленький, немножко там салатика, то есть человек все равно должен оставаться голодным. А то многое не съешь. Ну, да, если вы ограничите. Но если говорить чисто по медицине, по диетологии, нутрициологии, это вредно. Потому что в целый день организм не получает ничего, ни воды, ни еды. И получается это, по сути, какое-то сухое голодание, а вечером ударная нагрузка на организм. В любом случае, потому что вы весь день не ели. Вообще, когда человек голодает, как выходить, получается, из этого состояния, да? Нужно в этом легкий максимум супчик, минимум мяса, диетического мяса, да, которое не жирно. А не так, что там поели курдак, беший и тому подобное. Я не встретил ни одного человека, который пострадал от пост-рамадан, как вы сказали, что это вредно. Наоборот, я встречаю всех тех людей, которые это делают, у которых улучшился организм. Ну, это, наверное, у всех индивидуально. Кто-то сможет, кто-то не может. Но если чисто с практической и теоретической точки зрения, ну, все равно это тяжеловато. Нет, нет, это научно доказано. Нет, я понимаю, потому что... Хорошо, а можно тогда показать, что именно научная экспертиза была и тому подобное? Это вообще... Вот именно насчет пищеварения. Бахтиар, вообще тема религии такая сложная тема, потому что... Нет, нет, это голодание. Нет, мы говорим о голодании. Каждый сам о себе как бы решает, да, нет, мы понимаем. Ну, вы говорите просто о том, что это схоже с голоданием. Да. Это и есть голодание? Ну, что будет так? Главное, если вы хотя бы сутки, получается, голодаете, то есть сутки вы не принимаете пищу. Как вы говорите, для организма отдых, если, окей, одну сутку, получается, организм полностью отдыхает, а здесь не совсем отдых, получается, в течение дня не кушаете, а вечером как раз таки, когда организм должен отдыхать, вы начинаете прием пищи. Хорошо, мы все остаемся при своем мнении. Да, я считаю, так правильно. Да, каждый остается при своем мнении, потому что у каждого свои как бы особенности организма, кто-то может, кто-то не может. Бывают моменты, некоторые люди, которые во время поста никак не могут как бы справиться с этим и прерывают, да, потому что там с желудком проблемы и так далее. То есть это все индивидуально, но тем не менее. Пост рекомендован только совершенно здоровым людям, которые в состоянии это выдержат. Не будем спорить, но это нормально, мы все разные, у всех разные взгляды, да, поэтому... Ну, его позиция рука говорит о том, что он не согласен. Да, мы согласимся с бакляром, мы согласимся и со специалистом. Спасибо вам большое, что сегодня у нас были в гостях. Все-таки нужно правильно относиться и к голоданию, и к формированию своего... Осознанно, осознанно подходить ко всему, выдержать ли ваш организм и смотреть, какие цели вы преследуете. Если говорить чисто про голодание, только можно сказать про что-то духовное, какие-то индивидуальные цели человека. Для массы это совершенно не подходит. Вот если говорить именно про похудение, очень много научных доказательств, где то ли это было интервальное голодание, то ли это было обычное правильное питание со сниженным колоражем, бездельные результаты примерно одинаковые. Поэтому самое главное, то что вы едите качество этих блюд, количество этих блюд, да и в целом какой вы образ жизни ведете. Вот это вот были правильные слова. Спасибо вам большое за интересную беседу. Мы сейчас привем сенариквам. Курметті көрермен, сыйлықтарда ойнататын уақыт келді. Да, біз сіздердің куңыр алауырымызды күтудееміз. Біздегі сыйлық біре сіздер бюрса Алматы қаласында бейдва топының үлкен концерты өтеді. Екі билетіміз дайын. Екі билетті алғыларымыз келсе, бар болғаны екі сұраққа жауап бересіздер. Ал тұрмыстық техника, қажет десеңіз, онда бақтыярдың қойған үш сұрағына мүдірмей жауап беруілеріңіз керек. Ал біз олай болса бастайық. Бізге қабарласықан көрірмен бар мекен? Кайырлы таң? Кайырлы таң? Кайырлы таң. Бастап қарау отырсыз, е? Таңсары бақтарламасыз? Е, қарау отырм. Хабардарсыз ой, е? Ерте бастадыңыздыр. Барлық қонақтарымызды түндап шықтыңыз, сюжеттерді көріп шықтыңыз. Ерте бастадыңыздар дейді, оны да біледік. Мұнау, екі билетті керекпасызге жоғалды тұрмыстық техника ма? Тұрмыстық техника. Оны да үш сұрақ сізге қойлады. Жақсы, сәттілік. Ал, іске сәт. Олай болса, бірінші сұрақ. Жас өнерпас Сардана Айтақын студияда қандай аспаппен өнер көрсетті? Бабой аспаппен өнер көрсетті? Дұрыс, дұрыс, бәрекелді. Бірінші сұрақтан мүдірмей өттіңіз, сүрімдей. Енді екінші сұрағымыз. Студиямыздың қонағы Айсылу Асылбек. Қандай маман? Ол күсті Майн Фитнес тренері. Бәрекелді. Едеген керемет жауаптар. Біздің эферді тамашалау отырғаныңыз бірден көріні бақтыр. Екі сұраққа дұрыс жауап бердіңіз. Енді үшіншісі сәл қиындау болатын сәқті. Бізде негізі бақтер көп нәрсені күрделендірген жақсы көретті. Көрек. Неде олса сәттілік тілейміз. Үш сұраққа да дұрыс жауап беруіңізге тілектеспін. Үшінші сұрақ. Диетолог Эльвира Байдуан мен қандай тақырыпта сөйлестік? Үшінші сұраққа да дұрыс жауап беруіңізге тұрыс жауап беруіңізге тұрыпта сөйлестік? Үшінші сұраққа да дұрыс жауап беруіңізге тұрыпта сөйлестік? Үшінші сұраққа да дұрыс жауап беруіңізге тұрыпта сөйлестік? Үшінші сұраққа да дұрыпта 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 сөйлестік? Қазір encenken ұшінші сұраққа да дұрыпта. Жалпы өзіміздің осы облыстың бәдениетіне біз де өзіміздің үлесімізді қосайық деген мақсаттен жалпы ағаларымыздың шақырты өмел бағырып бүр жәрім жылдай. Мемлекетті қызметті болдыңыз ба? Жүгі мен жалпы Westminster форманияды жүмсеңізі жасадым. Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! Спасибо за просмотр! 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 Спасибо! Спасибо! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо! 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 ... Спасибо! 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 ... 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 ...... ... 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 Субтитры подогнал «Симон»